Они, курды и турки, они любят друг друга, как национальность. Здесь тюрки, но там же в Казахстане же тоже тюрки. Посмотрите, когда Сталин начал депортировать всех национальностей. Первая национальность, кстати, которая депортировала, это были курды в 1937 году. У меня есть справка моего дедушки, прадедушки. В 1937 году, когда депортировали наших дедушек из Нахчевана, им говорили в поездах вот этих, что вы едете туда, где живут казахи. Казахи – это такая нация, которая кушает людей. А казахам говорили то же самое, что ездят к вам курды, и это такая нация, которая кушает людей. Это мне рассказывала сама моя прабабушка. Мне было тогда 13 или 14 лет. Она мне рассказывала это. И говорит, мы пугались. Их два месяца в этих поездах вот так возили. Специально. Из Нахчевана в Казахстан – это две недели. Зачем ты два месяца их крутишь? Чтобы умерли сотни людей, тысячи людей. Они их уничтожали. И это тот Советский Союз, который обещал курдам свободу и государство. Они уничтожали 60 тысяч человек, 40 тысяч человек. Умерло. Просто уничтожились они. Добралось 20 тысяч человек в город Тарас. Когда они пришли, была зима. Сильная зима. И вот до коленей был снег. Они испуганно. И мужчины вот так собрались, как юрту, вот так делают руками. И туда на них поставили вот этот какой-то ковер. И женщины, детей внизу, они вот так просто стояли на ногах до утра. Они стояли. И бабушка, прабабушка говорит, утром мы слышали азан. Когда мы услышали азан, мы сразу, говорит, все это сбросили и начали бежать туда, в сторону мечети. Мы поняли, что есть здесь мечеть где-то, и здесь мусульмане. И мусульмане не могут кушать людей. И они, когда пошли в мечети, прабабушка рассказывает, что каждая казахская семья забрала одну курдскую семью к себе. В 41-м году уже азербайджанцев, месхитинцев, чеченцев, ингушей, даже ваших дагестанцев депортировали. Вот я, если не ошибаюсь, до 44-45 года даже депортировали. Это просто эти земли освобождались от мусульман. Казахский народ тогда спас всех вот этих наших братьев. Они не знали этих народов. Про курдов они точно не знали, наверное. Понимаете, да? То есть они спасли только их по той причине, что они мусульмане. Я когда вижу здесь наших братьев казахов везде, то есть я был в многих странах мира. В Египте, когда был, когда в Саудии был, когда в Турции, или даже когда ездил в другие города мира, если я видел какого-то казаха, это такое ощущение, как будто я увидел своего родного человека. Каждая казахская семья забрала одну курдскую семью к себе. Казахский народ тогда спас всех вот этих наших братьев. Так. Поехали! Продолжение следует...